добрый день коллеги мы сегодня с вами продолжаем разговор на достаточно серьезную и важную тему этот разговор мы начали еще на прошлой неделе и как обычно в начале вебинара хотелось бы узнать о качестве связи хорошо ли меня видно и слышно сейчас если связь хорошая все в порядке то нажмите пожалуйста на огонек который вы видите внизу экрана если у вас нет возможности поставить нажать на огонечек то вы можете поставить любой знак в чате плюсик или просто написать что связь достаточно хорошая спасибо большое я увидела вашу реакцию и так прошлый прошлый раз на прошлой неделе мы говорили с вами о том как логичнее было бы построить повторение в пятых шестых классах это было достаточно важно потому что мы с вами знаем что в начале сентября нас ожидает всероссийские проверочные работы практически по всем основным предметам и на прошлом вебинаре как раз мы говорили об особенности повторения именно в пятом классе потому что писать работу в пятом классе школьники будут по материалу четвертого класса предыдущий попробуйте если меня не очень хорошо слышно или нет изображения обновить страницу я думаю что это может помочь немного я дополню ту информацию о которой уже говорила на прошлом вебинаре повторю для тех кто сегодня здесь впервые ну во первых все демонстрационные версии выложены на официальном портале на информационном портале федерального института оценки качества образования и по ссылке из этой презентации вы сможете ознакомиться абсолютно со всеми демо версии и хочется отметить что с прошлого даже года с 19 года демо версии не поменялись и на сегодняшний момент они тоже не поменялись если не стабильный интернет вы можете перезагрузить страницу или выйти и заново войти в вебинар в любом случае если у вас сейчас проблемы связью по окончании вебинара к вам на почту по которой вы зарегистрировались придет письмо организатор поделился материалами вы сможете и в записи еще раз посмотреть и скачать все необходимые материалы и так вот по этой ссылке вы выйдете и можете себе скачать все демо версии если их у вас еще нет но я полагаю что они у вас уже есть с прошлого года потому что писать мы должны были осенью еще раз напомню что в мае в конце мая двадцатого года было письмо о проведении всероссийских проверочных работ осенью 2020 года и основное что нужно нам с вами учителям знать из этого письма это то что для обучающихся каждого класса каждой параллели работы будут писаться по материалам прошлого года но это естественно обратите внимание в майском письме было написано что вбр будут проходить 7 сентября 2020 года на сегодняшний момент вот буквально на прошлой неделе вышло дополнительное письмо я его здесь привожу от 5 августа где указаны несколько другие сроки то есть нам с вами повезло все-таки это будет не с 7 сентября а с 14 посмотрите это нужно помнить о том что это всего-навсего входной мониторинг вот об этом нужно помнить это к тому что очень многие учителя родители очень сильно переживают по поводу проведения этого вида работ но на самом деле вот я подчеркнула основное для чего они нужны эти всероссийские проверочные работы для того чтобы выявить имеющиеся пробелы в знаниях я полагаю что в этом году в начале этого учебного года это особенно важно исходя из того как у нас с вами проходил проходило окончание 19-20 года потому что четвертая четверть во всех регионах прошла прошла в дистанционном режиме нет лили у вас отображается ими я его прекрасно вижу поэтому прежде всего нужно успокоить успокоиться самим на понять что избежать российских проверочных работ мы не можем поэтому выработать себе выработать в себе позитивное поведение как это не было бы для нас сложно успокоить родителей сказать что это нужно в принципе и для нас с вами чтобы обозначить проблемы которые мы сможем решить и для родителей тоже чтобы было видно ну как дальше работать то есть страшного ничего нет мы помним что оценки за всероссийскую проверочную работу ни в журнал не в дневники никуда не выставляется это просто именно диагностика вот об этом нужно помнить нужно обратить внимание на следующее конкретные даты проведения работ в вашей образовательной организации вы можете узнать только в вашей образовательной организации потому что ваша администрация определяет эту дату день самостоятельно но разумеется согласованием с органом управления образования вот это нужно помнить работа естественно по отдельному учебному предмету проводится для всех учеников параллели размещение материалов но это скорее информация для администрации будет происходить то есть информация дать появится позже когда вот все это размещено для того чтобы взять оттуда работы непосредственно для проведения здесь же вот я привела вам график проведения так как он есть в приложение к этому письму с 14 сентября по 12 октября обратите внимание что означает вот эта звездочка около слова класс а именно то что в каждой параллели будет проходить работы по материалу предыдущего года обучения пятом шестом седьмом и восьмом классе эти работы будут проводиться в штатном режиме то есть это пишут все обязательно а вот девятый класс как и было сказано ранее в режиме апробации так кроме в ппр будут ли еще входные я полагаю что для того чтобы не было нагромождению контрольных работ в начале учебного года было бы логично и всероссийские проверочные работы именно учесть как входной контроль насколько я помню по работе в различных образовательных организациях оценки именно за входной контроль не ставится потому что это именно для того чтобы проверить уровень готовности школьников восприятия учебного материала в основном оценки никак не ставится именно для нас с вами чтобы понять как работать извините что я повторяюсь просто это важно вопросы могут возникать в процессе нашего с вами разговора если вопрос возникает не стесняйтесь пишите их и в чате иногда я сразу на них отвечаю и те вопросы которые появятся на вкладке вопросы я отвечу после вебинара чтобы лишний раз не переключаться в разных образовательных организациях разный подход иногда оценки за входной контроль иногда даже сказала часто не ставится потому что но если эта оценка не очень хорошая это может снизить мотивацию школьников мы это делаем не для того чтобы школьников чем-то уличить а для того чтобы именно проверить знание и знать как работать дальше нам с вами выставляются отметки оценки отметки только если они хорошие положительные и ученик не против чтобы эту отметку в журнал выставили если например ребенок написал на отличную или хорошую оценку да совершенно верно мари по решению школы ну логично конечно их не ставить и так несколько слов посмотрите значит мы с вами говорим о 7 8 9 классах но поскольку работы проводятся по материалам прошлого года несколько слов именно описание как кимов почему я на этом заостряю внимание потому что может такое быть что вы берете вам дают 7 класс а в 6 классе вьем другой учитель например предмет математику просто для того чтобы вы были в курсе и знали то есть это может быть не не новое что-то для вас но я думаю что вы все таки с этим знакомы и так 6 класс это еще не алгебра и геометрия это предмет математика и тем не менее материал по геометрии включается всероссийские проверочные работы в текст в пп 13 заданий выполняется 60 минут ну это иногда захватывается перемена александр ну вот и может быть с одной стороны вы и правы а с другой стороны это еще начало года дети еще достаточно гибкие и я думаю что если мы учителя как авторитетные для них люди объясним зачем это нужно то наверное они отозвутся отзовутся на наши призывы все-таки напишут хорошо но я на всяком случае мы должны на это надеяться ирина ну я могу только посочувствовать потому что в принципе оценки по вpr и это есть специальные пояснения журнал ни в коем случае не должны выставляться вы можете с этим письмом подойти к администрации школы показать что это нецелесообразно и так не делаются так не поступают не буду долго останавливаться на том что входит в каждое из заданий я вам показала именно материал который входит во всероссийские проверочные работы а с этим вы познакомитесь тогда когда скачаете презентацию вот уже посмотрите по каждому заданию конкретно совмещая с демо вариантом который вы себе скачаете обратите внимание как правило последние либо одно либо два задания предназначены то есть это задание повышенного уровня сложности и говорят о целесообразности в строении индивидуальных образовательных траекторий то есть это для мотивированных школьников и в принципе не выполняя эти либо одно в каком каком-то классе одно либо два задания это никак не отражается на итоговом на итоговой оценке посмотрите вот как здесь опять ставится за 14 16 первичных баллов смотрите то есть можно не выполнить последние задания эта задача достаточно такая серьезная задача для шестиклассников то есть можно в принципе ее можно не решить и все равно получить пятерку здесь баллы достаточно такие щадящие вот почему еще кстати не целесообразно выставлять эту отметку в журнал потому что в вашей школе ваш в локальном акт может быть предусмотрено совсем другое другие критерии выставления оценок там же здесь они все-таки достаточно щадящие как я уже сказала повторю седьмой класс повторю в восьмом классе будут писать вот по этим элементам содержания работу здесь уже 16 заданий здесь уже есть задачи геометрические на материале на том материале который школьники изучили в в седьмом классе по поводу ответов которые за сутки не всегда они бывают у школьников именно те которые необходимы я сама пыталась когда была учителем есть группа в социальных сетях где можно за деньги разумеется найти демо-варианты так вот это не всегда бывают те демо-варианты те кимы которые присылают именно вашему региону и школьники могут на это понадеяться и написать неправильные ответы на это тоже нужно обращать внимание лучше все таки постараться решить самим и показать тот уровень знаний который у школьников есть вот как раз нужно объяснить им что это никаких карательных мер не последует после написания ими этой работы именно для того чтобы устранить их же пробелы чтобы им потом было легче но чем старше школьники тем может быть они лучше нас понимают особенно когда дело касается экзаменов точно так же здесь на следующих следующих слайдов вы увидите информацию по каждому заданию отдельно посмотрите их 16 также последние задания но вот на мой взгляд в работе за 7 класс последнее задание не является заданием какого-то олимпиадного или уровня или повышенной сложности но мы сейчас с вами посмотрим возможно вы со мной согласитесь вот именно в седьмом классе здесь скорее 10 задание требует какого-то отдельного внимания ну и геометрия геометрия понятно это вот те задачи которые стабильно в седьмом восьмом классе вызывают сложность и на экзаменах в том числе но вот посмотрите какой здесь вот именно критерий получения отличной отметки от 16 до 19 баллов это очень большой разброс посмотрите и здесь можно до двух заданий не выполнить и все равно получить пять вот с критериями оценки желательно школьников знакомить отдельно вот я сейчас еще по поводу подготовки к вpr я сейчас скажу еще и отдельно посмотрите восьмой класс это то что будут писать девятиклассники и то что будут писать не все школьники российской федерации только если в вашей школе принято решение участвовать в пр потому что это в режиме апробации повторю поэтому вот в этом конкретном вебинаре я очень много внимания именно восьмого класса уделять не буду то есть чуть позже я уделю этому внимание потому что все таки это апробации это не для всех посмотрите тем не менее здесь 19 заданий также и проверяемые элементы содержания немного повторяют то что было в предыдущем предыдущей параллели точно также расписаны все задания с вашего разрешения я не буду на них останавливаться вы с ними познакомитесь сами почему я не останавливаюсь на это потому что мне все-таки хочется рассмотреть какие-то отдельные задания что может вызвать какую-то сложность вот здесь тоже уточняется что 19 задание она высокого уровня сложности и ну это для олимпиадников скажем так да каринат можно будет материал вебинара посмотреть и потом после посмотрите вот критерии оценивания с которыми обязательно нужно знакомить школьников и посмотри 90 минут пишется и посмотрите внимательно я нигде это не выносила на слайд а вот здесь вынесла 12 пункт посмотрите специальная подготовка к проверочной работе не требуется очень многие учителя совершенно верно используют такую тактику не готовить школьник в специальных впр почему это понятно мы хотим знать реальный уровень знаний школьников особенно на входе не буду повторять уже для чего нам это нужно кроме того у нас с вами по ну я думаю каждого из вас по рабочей программе предполагается какое-то определенное количество часов на вводное повторение я думаю каждого из вас это есть так вот в часы вводного повторения можно точечно включать задания либо похожие на тексты в пр либо прям непосредственно на задание из каких-то вариантов в пр то есть можно целист целеустремленно скажем целенаправленно не готовить в пр но когда школьник проходит с нашей помощью учебный материал он так или иначе все российским проверочным материалом готовится поэтому все учителя которые говорят что они не готовят школьников в пр на самом деле готовят просто обучая их математике татьяна учащиеся 6 класса которые перешли в седьмой класс в седьмом классе в сентябре они пишут работу по материалу шестого класса а в конце в апреле они уже напишут за седьмой класс точно также вы еще раз посмотрите по по письмам которые я прикрепила в начале презентации виктория дело в том что ну вот я дам ссылку на вебинар у меня проходила вебинар по составлению рабочей программы на этот учебный год 20 21 в связи с тем что у нас все таки не очень хорошо не очень удачно прошла четвертая четверть есть рекомендация обязательно выделить в рабочей программе часы для обводного повторения без этого мы с вами не обойдемся и я там показал и рассказала как примерно это можно сделать то есть за счет небольшого уплотнения у нас вами практически всегда есть резерв нам с вами везет математиком и филологом преподавателям русского языка и литературы у нас все-таки больше часов чем у тех же самых учителей географии биологии и так далее у нас есть возможность все-таки из резерва каким-то образом выделить хотя бы 7 8 часов для того чтобы материал повторить и это все-таки нужно сделать по поводу по поводу прикрепленных файлов я скажу чуть позже в конце вебинара я хочу сказать александр что в принципе в работе вот в этой всероссийской проверочной работе достаточно простое задание именно на теории вероятности и честно говоря я может быть нарушала свою программу рабочие и планирование я ради интереса школьникам давала задания именно на классическое определение вероятности я извините чуть-чуть отвлекусь и некоторые дети встречались такие дети которые сами исходя из своего жизненного опыта давали правильный ответ на вопрос ну вот на примере кубика или бросание монетки это не самое сложное задание для школьников и честно говоря с таким заданием школьники справляются в том числе и в девятом классе до татьяна вот как хотя бы со структурой и даже не только со структурой татьяна может нужно знакомить а с то есть готовить школьников к тому что они должны очень внимательно читать инструкции и давать именно тот ответ который написан в тексте причем это можно давать не по конкретным вариантам не прорешивать варианты всероссийской проверочной работе а непосредственно когда вы решаете задание из учебника еще раз спрашивать школьников а что именно спрашивается задача а какой ответ требуется то есть это очень важно наталья обязательно будет ссылка на все материалы на все будет обязательно в конце вебинара и так мы с вами начинаем потихонечку готовиться рассматривать задание часть задания я уже рассматривала причем не только на вебинарах но и на онлайн уроках которые я давала по-моему в марте я проводила онлайн уроки для 5 6 7 класса именно готовимся к пп когда еще было предположение что школьники могут их писать все-таки в конце года и ссылки на эти онлайн уроки тоже будут вам предложены обратите внимание здесь написано 7 класс но задание дано из 6 класса именно вариант 13 задачи которые школьники могут выполнять это один из примеров задания как вы можете видеть для шестиклассников задание все-таки не самое простое смотрите то есть скажем так начало теории чисел начало самое то есть достаточно простое но для шестого класса сложное и так двузначное число саша переставляет цифры полученное число увеличивается в одну целую семьдесят пять сотых раза какое двузначное число было записано первоначально практика показывает что школьником подобного рода задания нужно напоминать в течение всего времени обучения потому что они подзабывают немножечко именно вот форму записи двузначную трехзначные так далее чисел поэтому все-таки похожие задачи нужно время от времени прорешивать но вот например как только мы им напомним они сразу все это вспоминают это в принципе даже в пятом классе используются такие задачи встречаются по разным омк мы сегодня никакому омк не привязываемся посмотрите вот запись любого двузначного числа дается формула уточняется где цифра десятков цифра единиц мы переставляем цифры получаем новое число которое по условию больше написанного в одну целую семьдесят пять сотых раз по условию задач мы составляем уравнение решаем его а и в процессе решения причем решать можно любым способом здесь один из способов представлен посмотрите ну вот мне кажется здесь логичный переход к целым числом просто легче решать можно и не делать так но просто мне кажется что здесь так удобнее можно давать школьникам вот такие более удобные способы решения мы получаем с вами равенство 2а равно b делаем вывод что цифра единиц написано на доске числа в два раза больше цифры десятков и перебираем те числа которые удовлетворяют этому условию и в принципе мы можем записать любое из этих двузначных чисел здесь нет уточнения перечислить абсолютно все числа если школьник напишет хотя бы одно число задание уже будет считаться выполненным правильно да татьяна и я несколько раз а практически на всех вебинарах касаюсь а вот именно этого проблемного вопроса по поводу того что разные программный материал в учебниках 5 и 6 класса но поскольку мы сейчас с вами говорим о учениках о школьниках семиклассниках то здесь все таки достаточно они в льготных условиях находятся потому что здесь они уже материал пятого шестого класса прошли то здесь уже материал пройдены в седьмом классе десятичные дроби обыкновенные дроби они в принципе должны знать другое дело что бывает такое что у нас и таблицы умножения забывают школьники но это уже совсем другой вопрос совсем другая история а об этом да об этом уже мы говорили но вот мы ждем принятие нового стандарта ну говорят что в принципе следующем не в двадцатом двадцать первом году двадцать первым под втором нас ждет новый стандарт основного общее образование где материал разбит именно по классам отдельно по пятому отдельно по шестому соответственно и омк скорее всего будут переработаны но пока мы вот имеем то что имеем еще одна задача давайте с вами посмотрим но здесь я подробно ее не стала разбирать потому что вот буквально на прошлой неделе в четверг у меня прямо отдельный вебинар был посвящен где мы рассматривали логические задачи решены решаемой табличным способом эта задача решается достаточно легко перекликается с предметом информатика тоже 5 6 класса почему-то это считается задачей олимпиадного уровня часто на олимпиадах дают такие задачи хотя на самом деле если ребенок внимательно читает по тексту задача расставляет плюсы минусы или нули и единицы как в информатике то ответ он получает достаточно легко и просто вот это один из вариантов десятого задания я здесь не разбираю абсолютно все 13 заданий работы ну потому что задать задание на арифметику я думаю нет смысла разбирать это просто нужно отрабатывать на уроках просто в течение всего курса математики вплоть до 11 класса потому что мы знаем что использование калькулятора не предполагается и все-таки устный счет и арифметические действия школьники должны уметь выполнять вот такая задача тоже текстовая задача почему я тоже ее предлагаю показываю потому что так же как и в вбр пятого класса который пишут шестиклассники очень много текстовых задач очень много заданий именно на текстовые задачи приведено также и в кимах шестого класса здесь в нескольких заданиях именно работа с текстом используется практически во всех кроме простых аритметических действий стабильно обязательно существует задача на проценты или на части ну николай да это проблема но дело в том что у мк в принципе не должен подстраиваться под вpr скорее вpr должен подстраиваться под программный материал я здесь соглашусь абсолютно со всеми учителями но поскольку мы с вами это не регламентируя то единственное что нам остается это подстраиваться и самое главное постараться получать удовлетворение от работы ну позитивное поведение это то что нам с вами остается и самое главное стараться чтобы у детей тоже не было стресса никакого да ну разумеет конечно с этим сложно спорить но тем не менее мы работаем стараемся самое главное это здоровье детей и чтобы у них тоже было удовлетворение от того что они делают это наша с вами задача потому что именно мы на уроках с детьми взаимодействуем поэтому в наших силах сделать так чтобы для детей не было никаких вот таких вот лишних проблем эту задачу я стабильно включаю практически во все вебинары это не первый раз вы ее уже видите почему потому что вот она меня зацепила это не самая легкая задача почему потому что если ребенок увидит эту задачу впервые но предположим вы не готовите к пр и может быть и правильно делаете то не каждый ребенок сообразит как здесь нужно это решать и не каждый взрослый не каждый родитель например сообразит как нужно решать эту задачу хотя стоит один раз с ней познакомиться и в принципе подобные рода задачи уже будут решаться по образцу скажем так смотрите вот здесь две окружности одинакового радиуса это очень важно что подчеркнуть что они одинакового радиуса вот это очень важное слово одинакового они разбивают плоскость на четыре части здесь это показано как и на свободном поле справа нужно нарисовать две окружности так чтобы они разбивали плоскость ровно на две части просто мне очень нравится эта задача поэтому я вот ее везде включаю понятно что 1 окружность мы изобразили а дальше уже нужно поломать голову и мало кто догадается что здесь нужно просто одну окружность поскольку они одинаковый радиус это возможно наложить на другую посмотрите вот такая задача ну согласитесь что ну не каждый сразу сообразить что здесь нужно сделать на мой взгляд это тоже почти олимпиадная задача такая на сообразительность задачи геопаре геометрического характера в п.р. 6 класса могут быть совершенно разными вот традиционно в п.р. уже который год встречаются задачи на симметрию причем и на севую и на симметрию относительно точки и опять наши семи нашим семиклассникам повезло потому что теперь они уже материал этот прошли когда школьники писали в п.р. 6 классники в апреле была проблема с понятием симметрии наш был материал майский в мае они только это проходили и нам приходилось заранее детям это показывать но опять задание это достаточно интересное и если на часах наглядной геометрии если вдруг вам повезло и у вас есть этот лишний час вы уже касались этой темы то школьник тогда с этим справиться или вот такое чудесное задание на кубик который катается по плоскости очень похоже и задано похоже на задание очень много таких заданий на платформе учи ру если кто-то с ней сталкивался посмотрите ну вот здесь я для вас может быть вы сможете слайд этот использовать при подготовке для школьников потому что презентация будет вам доступна я поэтому предложила и слайд с решением этой задачи не потому что например вы не сможете ее решить конечно что это легкая задача а именно для того чтобы качество институционного материала вы смогли использовать это своей работе может быть это вам пригодится посмотрите выделила для вас задачи но для нас с вами задачи которые не являются не относятся к скажем так теме геометрии но здесь геометрический материал то есть это может быть на третье в третьем задании то что касается объема комнаты либо периметра там ограждение какого-то либо задачи на как я уже сказала одиннадцатая задача это задачи на процент и на части здесь тоже может быть геометрический материал об этом тоже нужно помнить для того чтобы повторить понятие не очень большой геометрический материал потому что 5 6 класс это наглядные геометрии но понятие периметра и площади и объема все-таки школьники на выходе 6 класса должны знать ну да здесь не такие уж приметные связи между алгебра и геометрией то что я сейчас вам предлагаю это не является каким-то таким шаблоном или стандартом это пример варианта как можно расположить темы на уроках водном повторении вот нам сейчас с вами все-таки немножко повезло тем что на неделю у нас отодвинулась отодвинулись в пр с 14 числа я думаю где-то на часов 8 может даже и 10 у нас будет на обводное повторение причем если у вас нет этих часов что можно сделать вот на мой взгляд чисто число вычисления или измерение вычисления можно давать как ну на отдельных этапах урока ну вот например в начале урока арифметический диктант я например практически вплоть до 9 класса любила в начале урока давать арифметические диктанты на листочках потому что арифметика это важно то есть это можно именно в рамках урока в качестве каких-то отдельных этапов давать то же самое в седьмом классе мы уже начали геометрию и как раз первые два может быть три часа можно посвятить тому что они уже знают тем более что любой учебник геометрии если мы возьмем там начальные геометрические сведения ну добавить туда может быть периметр и площадь я думаю что это не сложно будет для нас с вами опытных педагогов да и для молодых тоже потому что молодые учителя только что вышли из педагогических вузов и у них тоже все это свежо в памяти и творческий такой подъем должен быть когда учитель только приступает своей деятельности здесь они наоборот на все откликаются и все по плечу то есть еще вот нет у них такого вот какого-то негатива что касается статистики теории вероятности здесь не стала рассматривать а никакие задания потому что 6 класс это исключительно работа с таблицами и с графиком с диаграммами то есть у вас посмотреть на график и прочитать информацию то есть очень простые задания и не требует особо никакой отдельной подготовки а вот на текстовые задачи я рекомендую все-таки выделить побольше времени потому что но умение работать с текстом это очень важно на все протяжении изучением математики обратите внимание на следующее восьмой класс но задача седьмого класса из vpr 7 класса специально задачу вот эту я решала представила вам способ решение не системой хотя сразу хочется составить систему уравнений смотрите дана сумма чисел и ну скажем так отношение чисел число а в пять раз меньше числа бы надо найти разность хочется решить системой но это не обязательно начало 7 восьмого класса система уравнений это материал седьмого класса и как раз изучался ну конец 3 начал 4 четверти по некоторым учебникам вдруг школьник что-то не усвоил не смог подключаться к вашему дистанционным уроком не получилось тем не менее если ученик прочитает внимательно условия задачи да он сможет составить равенства определенные по тексту задачи решить не используя систему хотя в принципе это та же самая система уравнений просто ну без фигурной скобочки мы не используем там подстановку но здесь конечно лучше всего способ подстановки если решать в качестве способом составления системы линейных уравнений а можно так посмотрите то есть по условию задачи составили два уравнения два равенства после этого подставили в первое равенство то есть мы не решаем системой но в принце почти такой же и находим одно из чисел нашли одно из чисел мы знаем что оно в 5 раз меньше числа бы мы легко находим число бы умножив полученный результат на 5 и нас вот здесь внимание обязательно нужно уточнить что именно нужно найти задачи а найти нужно именно разность чисел они просто сами эти числа найти эту разность и записать ответ ирина крапивина постарайтесь обновить страницу возможно будет лучше или зайти с другого браузера это была 16 задача повышенного уровня сложности как считается что повышенный уровень на мой взгляд если школьник хорошо усвоил тему система линейных уравнений то для него это будет но вот минутное дело дело 5 минут решить эту задачу 14 задача задача по геометрии тоже можно решать систему уравнений а можно и не решать систему уравнений любую задачу по математике практически любой можно решить как правило двумя или тремя способами но вот это мое мнение я думаю вы с этим согласитесь да можно как на части а можно использовать те знания из геометрии которые у них уже есть то есть определение смежных углов свойства смежных углов то есть смотрите ну во первых обязательно я считаю настаивать нужно на том чтобы к задаче геометрического содержания дети рисовали картинку но без картинки сложновато все-таки лучше нарисовать чтобы все было наглядно вот мы нарисовали можно обозначить углы заглавными буквами латинского алфавита можно буквами греческого алфавита как дети привыкли просто так здесь можно вообще обозначить цифрами один первый угол второй угол как удобно и дальше составить равенство по условию задачи смотрите вот у нас дана разность мы выражаем одну переменную один угол через другой мы знаем с вами что сумма смежных углов 180 градусов составляем уравнение и решаем его и получаем ответ на вопрос задачи это один из способов можно решать и другими способами тоже можно и как задачу на части в том числе а можно и составить систему уравнений абсолютно галина не имеет значения каким способом решена задача напоминаю что работы ппр проверяет учитель но вот чаще всего для ну наиболее объективного оценивания как мы делали проверял работу учитель не ведущий в этом классе у этих школьников то есть обменивались работами но тем не менее есть естественно критерии решения приводятся к задачам не просто ответы а критерии решения если не совпадает с тем решением которое приведено в критерии я думаю все достаточно гибкие можем понять что школьник например решил не тем способом который в критериях указан а другим я думаю что среди моих слушателей есть эксперты и га и ога и они тоже знают что вот это очень важно уметь иногда отстраниться от того решения которое представлено в егэ или в этом в критериях а именно посмотри как это решил каким способом решил школьник наталья отвечаю на ваш вопрос в ппр нет четкой вот такой вот четких рекомендаций писать единицы измерения или не писать написал или не написал на оценку на бал это не влияет это не бланки о г где конкретно сказано что не нужно писать единицы измерения в этой задаче написан ответ дайте градусов написал ребенок градусы хорошо если не написал это не страшно здесь не бланки которые проверяет компьютер здесь проверяет учитель поэтому это на результат не влияет елена я думаю что на этот вопрос как стать экспертом о г или егэ нужно спросить о заместитель директора вашей образовательной организации насколько я знаю проходит специальные курсы экспертов сейчас даже часто в дистанционной форме и таким образом вы получаете сертификат эксперта и можете участвовать в экспертной комиссии ну там должны быть какие-то еще по моему условия там категория возможно стаж работы а может быть и нет то есть возможно курсов и достаточно если мы указываем единицы измерения в бланке о г или егэ да то может это быть ошибкой потому что там считывает компьютер а здесь не будет ошибкой если нет специального уточнения в тексте задания если написано что единицы измерения указывать не нужно тогда не указан нет это не ошибка ни в коем случае как я уже говорила особого внимания в работе за седьмой класс требует именно десятое задание вот это ну как некоторые учителя и даже методисты иногда говорят это что это пизо подобное задание задание немного похоже на задание международного исследования пизо задание такого рода готовят школьников выполнению наших любимых пяти первых заданий о г то есть это работа с текстом татьяна в заданиях если например это задание в бланке о г то мы можем там не написать градуса и это не будет ошибкой честное слово вам говорю да да как я уже говорила можно и решать любые задачи различными способами я вам представляю один из способов а вы можете вообще в принципе дать задание детям найти еще два например отличных способа решения от того который мы представили это будет даже интересно посмотрите вот такая задача дан текст стандартно текст кстати обратите внимание на это в конце вебинара вам пригодится вспомнить вот это задание и по тексту дается в данном случае только одно задание мы с вами знаем что в экзамене за 9 класс там пять заданий дается по тексту посмотрите но здесь одно одного достаточно текст достаточно большой я уже тоже эту задачу разбирала и разбирала достаточно подробно поэтому сейчас подробно и и разбирать не буду самое главное на что я всегда обращаю внимание это решать задачи с таким большим количеством текста с карандашом или с ручкой контрастного цвета то есть именно подчеркнуть что именно нам понадобится для решения задачи да елена разумеется я провожу вебинары в том числе во время учебного года и стандартные традиционно провожу по тем тем которые на которые есть спрос у учителей нет на или я так не считаю я показываю один из способов а дальше вы уже смотрите использовать ли этот способ или тот который наиболее близок к вам и я не эксперт я методист вы немножечко ошиблись в моей должности поэтому вот я именно даю один из способов решения а дальше что от вас обратной связи посмотрите итак мы подчеркнули то что необходимо для решения задачи понятно что в учебниках это дело достаточно сложновато но можно использовать например простой карандаш чтобы потом все это аккуратненько стереть посмотрите посмотрите дальше мне очень нравится по тексту задачи опять это на ваше усмотрение составлять таблицы то есть табличный способ для меня кажется наиболее приемлемым потому что так сразу становится ясно как действовать дальше иногда это может быть не рисунок чертеж в данном случае удобно представить это именно в виде таблицы посмотрите внимательно чем еще интересна эта задача тем что мы здесь не переводим не приводим к одним единицам измерения это вот еще один момент который приближает эту задачу задачам пиза это тоже интересно ирина если вам нужно нужны материалы к предыдущему вебинару вы можете мне написать на адрес электронной почты я вам все материалы пришлю лично посмотрите ну вот почему я подробно здесь сейчас не останавливаясь потому что я вот эту задачу разбираю уже не первый раз и в ссылках на вебинары на предыдущий вы с ней еще можете еще столкнуться то есть увидеть еще эту задачу смотрите то есть можем показать школьникам это кстати важно что да чаще всего мы должны приводить к одним единицам измерения но бывают задачи когда это не является необходимым это важно посмотрите внимательно здесь я не написала единиц измерения в ответе вот специально потому что я уже знаю все вопросы практически все вопросы которые задают учителя посмотрите внимательно мне кажется что вполне целесообразно и в восьмом и в девятом классе использовать одни и те же темы для повторения но вот это было бы логично понятно что числа вычисления и алгебраические выражения в принципе можно объединить можно вообще числа и вычисления не вычленять в отдельный урок а давать фрагментарно на каждом уроке в зависимости от того сколько у вас вообще вашей рабочей программы выделено на уроке повторения здесь материала много часов у вас может быть не так много потому что иначе вы не успеете пройти свою про же программу которая у вас уже составлена но принципе практически все можно давать непосредственно на урок этапами у нас в любых учебниках по которому бы вы не работали конце практически каждого параграфа есть упражнение для повторения можно использовать их если вы считаете что нецелесообразно использовать именно тексты вариантов всероссийских проверочных работ этого тоже будет вполне достаточно елизавета олеговна есть вкладка файлы наверху экрана и где-то ближе к концу вебинара там появляются файлы которые вы можете скачать если вы смотрите вебинар с мобильного устройства то иногда вот эти файлы могут скачиваться в не очень удобное место которое вам потом сложно найти но вы сможете мне написать по адресу электронной почте почты и я вам все пришлю слайд с моими контактными данными будет в конце вебинара вот я вышла сейчас на вкладку файлы презентации здесь уже есть доступны сертификат есть так что в принципе у вас здесь уже все есть уважаемые коллеги посмотрите внимательно вкладка файлы здесь есть присутствует посмотрите внимательно что еще можно использовать но если вот вы есть родители если вы например класс руководитель или учитель предметник и есть родители вот меня уже даже сейчас спрашивают родители иногда звонят которые узнали что будут российские проверочные работы в начале сентября есть категория родители которые волнуются и хотели бы чтобы дети летом позанимались вы можете не настаивая не навязывая предложить им для повторения летом вот такое пособие математика за 7 занятий уважаемые коллеги еще разочек давайте с вами еще раз договоримся если вы у вас не будет возможности скачать материалы я вам пришлю по электронной почте но папка в принципе вот я уже и и вот еще раз я на нее посмотрела есть папка файлы такой значок папочка с загнутым уголочком посмотрите пожалуйста внимательно я думаю что она уже вот видите появилась ну хорошо хорошо отлично а продолжим я в принципе обзор этих пособий уже делал и даже рассматривала оттуда некоторые задачи там есть очень интересные задания на для того чтобы вспомнить и таблицу умножения и правила сложения и вычитание что что сложно традиционно бывает у школьников это вот например свойства вычитание суммы числа разности от числа это бывает проблематично очень хорошие есть упражнения там именно для того чтобы все это в памяти восстановить сборники есть с 5 по 9 класс они в наличии и если реально у родителей появится такое желание летом позаниматься оставшиеся две недели вы можете это им рекомендовать более того у нас сейчас традиционно проходят в реализуется такой проект диалоги с родителями куда можно приглашать родителей в том числе давать им ссылки на вебинар в частности вот на прошлой неделе в четверг был у меня такой вебинар на этой неделе в четверг будет вебинар именно для родителей если они хотят более и этими сборниками очень хорошо пользоваться и в течение всего учебного года учителям предметникам или если вы например еще занимаетесь репетиторством здесь все очень удобно собрано сейчас я не планирую именно эти сборники рассматривать потому что в принципе я не раз уже это делала стандартно сборники 15 типовых вариантов по всем классам кроме восьмого потому что восьмой класс в режиме апробации появится тогда когда уже это станет в штатном режиме тогда появится сборник сертификат галина михайловна тоже находится на вкладке файлы точно так там же для повторения можно использовать материалы бесплатные портала моя школа в онлайн и я хочу сказать что когда начнется новый учебный год материалы будут пополняться то есть 1 сентября уж сначала сентября там будут появляться материалы для тех школьников которые по тем или иным причинам не могут обучаться очно либо они заболели либо у вас там карантин объявили не дай бог либо на соревнования уехали то есть это может быть подспорьем это не заменит тех уроков которые вы ведете но это может быть дополнительным материалом именно в дополнение тому что даете вы потому что учителя никто никогда не заменит и здесь уже были опасения того что мы можем опять перейти на дистанционное обучение я искренне надеюсь что такого не произойдет и вот думаю что так оно и будет давайте все вместе надеяться на то что у нас все-таки год пройдет в штатном режиме теперь посмотрите внимательно на следующие пособия сейчас для вас будет я не знаю будет ли для вас сюрпризом приятным ли это будет сюрпризом но я уже обещала что на одном из вебинаров я объявлю конкурс конкурс почему сейчас эту книжечку я показываю потому что вот это будет подарком призом для победителей конкурса я разыграю три вот такие книги три таких сборника которые ну это один из моих одна из моих любимых книжек на последнее на последнее время конкурс следующий посмотрите что естественно по желанию вдруг кто-то заинтересуется тем более что это сейчас очень актуально составить задачу а практика ориентированную не просто практика ориентированную а направлено формирование математической грамотности любой возрастной группы это может быть для детей 5 6 класс 7 9 может быть универсальная задача откуда взять вдохновение ну во первых это первые наши любимые пять заданий демо-варианта ега угэ 2020 это задачи вот изборника который я вам уже показала может быть вы посмотрите мои вебинары я очень много задач уже оттуда разбирала или задачи международных исследований пиза что должно быть здесь текст то есть сюжет или ситуация не менее трех заданий к тексту и один или несколько способов решения задача должна быть авторской оценивать будем мы методисты и трое победителей получат подарки от издательства какие я вам уже сказала работы ваши до 20 августа можно направлять по адресу электронной почты желательно но необязательные условия участия в конкурсе это подписка на мой инстаграм аккаунт пожалуйста регистрируйтесь на учитель клап на вкладке диалоги с родителями регистрируйте там своих родителей давайте ссылки здесь кстати с этого слайда ссылка именно на эту лендинговую страницу и проанонсирую в четверг я и наш с вами коллега учитель математики коленин илья евгеньевич вот мы вдвоем с ним проведем вот такой разговор для родителей в непрежнужденной форме то что нас с вами всех волнует как повторить математику именно вот за эти оставшиеся летние деньки как я и обещала ссылки на мои прошлые вебинары если понадобятся материалы презентационные я вам обязательно их вышлю по адресу электронной почты обратите внимание здесь мамой адрес электронной почты мой строган инстаграм аккаунт на или я буду благодарна если вы одно или две задачи вышлите мне по адресу электронной почты это будет было бы замечательно если есть еще вопросы вот у нас тут есть вопросы на вкладке я сейчас попробую на них ответить планируем по рабочей но вбр это запланированные работы в принципе администрации школы знала об этом еще в апреле месяца то есть это то должно входить те 14 15 работ которые запланированы они известны администрации школы да наталья александровна можно посмотреть я вам дала ссылки но вот на 5 6 класс появится в записи достаточно скоро вот буквально ближайшее время но ягода так татьяна я говорю текстовые задачи текстовые нет я так не употребляю все таки текст у нас текста ударение на первый слог не знаю я спрошу у методиста по русскому языку литературе но на мой взгляд все таки текстовые задачи так иногда дети решают подбором и получают правильный ответ должно быть все таки математические обоснованное решение представлено даже если они решают подбором они должны логику своего подбора логику решения представить иногда это тоже может иногда это может быть единственный способ для решения ими задачи если у них нет еще математического аппарата сформированного такое бывает елизавета если вы регистрировались принципе у вас вебинар должен быть за 6 августа в ближайшее время вебинар появится в записи до ольга сертификат без фамилии имя отчества вы заполняете самостоятельно совершенно верно я наверное на вопросы на все ответила у нас с вами время немножечко мы перебрали большое спасибо вам за внимание я надеюсь на дальнейшие встречи и подписывайтесь на этот на инстаграм аккаунт и я жду от вас задач и вопросов по адресу электронной почты всего доброго коллеги хороших вам оставшихся летних деньков и удачного